Всем привет, меня зовут Рафаэль, вы на канале Слез Сатоши. В сегодняшнем обзоре мы говорим снова про психологию. Это уже десятая часть. Дно ли это на рынке, мы не будем обсуждать. Мы будем говорить о том, какие психологические ошибки точно не стоит совершать, если вы принялись откупать дно. Я напомню, если вдруг вы не смотрели никогда мой канал или видео про психологию, я прекрасно понимаю, что купи биткоин, скоро ты станешь богатым миллионером, это гораздо приятнее смотреть и считать на калькуляторе будущую прибыль. Но, к счастью, ребята, кто подписан на канал давно, следили за этим обзором про психологию целого раздела. И много что поняли, я думаю, на рынке. Залог вашего будущего профита и успеха на этом рынке заключается не в том, нажать кнопку купить или продать, успеть ее нажать и так далее, послушать кого-то, кто вам об этом скажет. Залог заключается в психологии. Это гораздо важнее. Мы должны образовываться, и если вдруг вы такой плейлист не смотрели, вот здесь наверху ссылочка, обязательно посмотрите, может быть, после просмотра этого видео. Итак, сейчас биткоин торгуется на отметке 15,5 тысяч долларов. Страшно, безумно, мне тоже. Если вы вдруг слышите какие-то мнения, что мне не страшно, я так и ждал и так далее, это все, конечно, красивая сказка, но я вам от себя честно скажу, мне уже становится страшно. Мне, человеку, который выпускал первый обзор на отметке 60 тысяч долларов, про психологию, возьмите свои деньги в руки, потрогайте, готовы ли вы это потерять, какую-то часть заберите и так далее. Понимаете? Мы тогда продавали, мы потом продавали на следующей вершине на отметке 69 тысяч долларов и не ждали никакой альтезон при развороте биткоина. Это вторая часть психологии. Потом, следующие части, они были про то, как эта медвежка происходит и почему отскок альткоинов всего лишь временный. Помните, к примеру, какая-нибудь монета по типу корура отскакивает на 2 доллара? И тогда оказалось, что те значения, с которых она отскочила, это и было дном, нужно покупать. Но нас пытались загнать в эти альткоины как можно по более дорогим ценам перед последующим погружением. И корура сегодня стоит дешевле 20 центов. Это было всего лишь несколько месяцев назад. Биткоин к тому моменту уже погрузился на отметку в район 20 тысяч долларов. Сегодня эта монета и многие другие сильно дешевле. Сегодня монеты в портфеле многих из вас, тем более тех, кто не верил в разворот рынка и снижение биткоина на отметку 14 тысяч долларов, сдулись максимально сильно. Многие монеты подешевели процентов на 98-99. Такие убытки отбить будет гораздо сложнее, чем те убытки, которые накопились у тех ребят, кто верил в снижение. Сегодня, к примеру, у тех, кто верил в снижение, просадка на портфель может достигать примерно 30-25%. И это в целом абсолютно не страшная просадка. Любой отскок вернет ваши средства уже как минимум. Почему я считаю, что сегодня на самом деле времена уже достаточно страшные? По той причине, что, к примеру, какие-то проекты, которые проводили свои токенсейлы на платформе CoinList, к примеру, не самые последние, с серьезными основателями проекта по типу Yumi. То есть основатели этого проекта разрабатывали Tendermint, ядро Космос, тот самый блокчейн, на базе которого строится огромное количество L1 решений. И эта монетка подешевела от цены токенсейла на 90%. На токенсейле она продавалась по 6-7 центов с локом и вестингом. Сегодня стоит полцента. Фонды покупали монету Yumi по 0,5 цента. И сегодня на рынке плюс-минус те же цены. Конечно же страшно. Возникает ощущение, что этот проект уже никогда не вырастет. Монета, все, проект похоронили. И это вызывает страх. Есть монеты в моем портфеле, которые действительно просили достаточно сильно. Сильнее, чем я ожидал это снижение увидеть. Но в целом портфель более-менее пока держится. И поэтому, разумеется, возникает ощущение страха. Такие блогеры, как MMCrypto, CarlTheMoon, CryptoRover, который меня в твиттере заблокировал, просто потому что я делал его репост про скорый to the moon, 100 тысяч долларов и так далее. MMCrypto на отметке 30 тысяч долларов за биткоин говорил, если бы у меня было сейчас 10 миллиардов долларов, я бы all-in в биткоин. Сегодня биткоин стоит 15500, то есть как минимум 5 миллиардов долларов у MMCrypto не было бы. И Carl, и все остальные публичные люди, они явно выполняют какую-то определенную свою миссию и задачу. Так вот, сегодня все эти люди говорят о, по всей видимости, 10 тысячах долларов за биткоин, которые с высокой долей вероятности будут. И это, безусловно, хороший сигнал. Я не говорю о том, что 10 тысяч не будет. Нет, вполне может быть. Сегодня, когда ликвидности на рынке мало и огромный негатив, вполне возможно. Но это хороший сигнал, потому что тогда на хаях они тузумунили, сегодня в районе возможного дна они говорят о более низких значениях, и это абсолютно нормально. Сегодня, когда биткоин на отметке 14, 15, 16 тысяч долларов, вам кажется, что это было очень очевидно, ожидаемо, все знали, будет еще ниже. Но, ребят, на секундочку, я вам напомню. Когда биткоин стоил 60 тысяч долларов, поверьте мне, аудитория большая, я читаю все реакции, ваши комментарии, возможно, и под этим видео, писали о том, что 14 тысяч невозможно. И 20, и 30. Тесла покупала, Новоградс, Майкл Селлер, по 30, дороже 30. Это невозможно, исключено. Но сегодня мы это видим. И в тех видео я проговаривал такой момент, что, ребят, вы сегодня не верите в 15, в 14, в 12, а когда это произойдет, если это произойдет, это, конечно, не Ванга, но это произошло, вам будет страшно. Страшно будет и мне. И я очень хочу, сам себе проговаривая тогда, запомнить свои же слова. Даже если тебе будет страшно, принимай решение, потому как этот план, который ты выстраиваешь, если будет реализован, страшно обязательно будет. Такой прием психологический. Толпа должна бояться покупать на этих отметках, отметках ниже. В противном случае, если все будут видеть 14 тысяч как истинное дно и будут покупать и последние штаны продавать, чтобы купить, кто тогда должен заработать? Все. Все заработать не могут. И это как раз все в тех самых обзорах про психологию. Обязательно создадут какой-нибудь супер негатив. Под этим видео многие новички, кто мой канал не так давно смотрит, зацепятся за какую-то формулировку, фразу и так далее. Не досмотрев видео, обязательно напишут, ты что, не слышишь? Там Грейт Скейл банкротится. А FTX это вообще, Аламеда инвестировала в 300 проектов и все эти 300 проектов обязательно сдуются. Крипто ноль. И это действительно сейчас максимальный негатив. То есть, скажем так, новостной фонд подвезли. Такие биржи, и как FTX, и фонды, как Аламеда, они в принципе, по всей видимости, создавались с целью скомануть. Поэтому все, что сегодня происходит, абсолютно точно, по моему мнению, запланировано. И те эмоции, которые сегодня мы испытываем, они нам мешают. И мешают по делу. Так задумано. Поэтому давайте поговорим о том, каким образом не совершить ошибку, откупая дно. Возможно, именно поэтому это последнее видео о психологии. Ведь рынок, это цикл. Четыре года. Четыре года, когда нужно покупать, когда нужно продавать, как нужно себя сдерживать от покупок, и когда снова нужно возвращаться к покупкам. Все это четыре года, все это в том самом плейлисте про психологию. Десять серий. Как вот это колесо обозрения, самое большое в мире, так и рынок. Вы садитесь в ту нижнюю кабинку, и в течение четырех лет вы поднимаетесь до самых высоких значений, а потом спускаетесь туда, откуда мы все начинали. Четыре года. Это цикл, за который все это и происходит. Будут ли следующие четыре года? Ты не уверен? И я тоже, да. Это нормально, абсолютно. Эмоции страшно. Страшно. Придет регулятор, скажет, все запрещаю, и он обязательно придет. Важно, какие именно монеты и проекты он придет запрещать, а какие переживут эту регуляцию. Об этом в этом видео обязательно поговорим. Во что инвестировать на медвежьем рынке в возможном дне? Разумеется, тот, кто скажет, что все альткоины это скан, нужно покупать только биткоин, будут больше права, чем все остальные. Потому что биткоин, по сути, это тот самый локомотив, за которым рынок и будет нестись. Возможно, сначала начнут накачивать биткоин, как это было в принципе, и доминация биткоина на этом фоне будет расти, а уже потом, когда биткоин будет дорогой, а альткоины будут кататься по дну, за биткоин будут откупать альткоины. Те, которые нужны, те, которые переживут регуляцию. И на альткоинах, возможно, манипулятор не будет торопиться. Он подождет. Подождать, возможно, нужно и нам. Но эту стратегию могут позволить себе те, у кого большой капитал, им нужно много ликвидности, в биткоине она хотя бы какая-то есть, на альткоинах особо нет, и минимум рисков. Криптовалютный рынок и так очень рисковый. Поэтому, безусловно, биткоин. Спорить с этими людьми смысла никакого нет, они правы. Но когда речь идет о заработке на медвежьем рынке, ведь медвежий рынок может быть какое-то время быть в долгосрочном боковом движении. На альткоинах это боковое движение может быть два года. Посмотрите, я часто привожу пример там ту же Ада Кардана. С капитализацией один миллиард по цене два-четыре цента она торговалась в течение двух лет. Такое вполне может быть на альткоинах. Но если купить правильный альткоин, проанализировать и принять риски, которые сопровождаются такой покупкой, то в целом можно на медвежьем рынке успеть получить какой-то профит 100, 200, 300 процентов и уже тогда ребалансироваться в биткоин. Условно у тебя есть выбор купить биткоин по 14 тысяч долларов или какой-то альткоин на нем получить 100, 200 процентов перелить в биткоин и биткоин, себестоимость биткоина тебе уже будет примерно 7-5 тысяч долларов. Гораздо лучше. Но в этом случае ты идешь на риски. Поэтому альткоины когда выбираешь, нужно подходить осторожно с выбором анализировать и этим собственно на канале мы и занимались. Эфириум это второй актив, который тоже достаточно ликвидный и который покупать наверное на дне будет не ошибка. Сегодня эфириум стоит в районе 1 тысячи долларов. Его снижение вполне возможно куда-нибудь в направлении 300, 500 долларов за монету. Будет ли это снижение мы в ближайшее время увидим. Но я думаю что покупка эфириума будет не ошибка. Покупка эфириума и биткоина будет не ошибкой по той причине что если регулятор придет СЕК американский комиссия по ценам бумагам и биржам и скажет ай-яй-яй здесь на рынке происходит такой беспредел а то мы не знали мы каждый раз говорим про эти супер иксы и как фонды имеют нас хомяков и конечно же здесь есть что регулировать. Но именно биткоин переживет регуляцию потому что регулятор СЕК называет его уже комодити с товаром не ценной бумагой. Эфириум периодически называется товаром но иногда тем более с переходом на алгоритм консенсуса proof of stake его иногда трактуют как возможно ценная бумага но это уже огромная экосистема огромный блокчейн заинтересованность в которой есть у большого количества участников на рынке и огромные капиталы которых хватит уплатить штраф поэтому такие активы как биткоин и эфириум тем более безопасны есть ли риски прихода регулятора на рынок все остальные альткоины испытывают определенные трудности в случае прихода регуляции и это дополнительный риск условно если ты вдруг своему дяде папе захочешь порекомендовать какие-то монеты он задаст тебе вопрос а какие монеты мне лучше купить на ближайшие лет 5-10 какие точно будут дальше жить вот хочу для внуков своих нужно будет назвать монеты которые точно переживут как минимум регуляцию как максимум из себя представляет какую-то ценность биткоин цифровое золото эфириум экосистема на базе которой огромное количество проектов и порекомендовать нужно будет конечно биткоин и эфириум есть еще один актив который децентрализованный который добывается посредством работы затраты ресурсов который точно переживет регуляцию по той причине что как они надоели честно сказать вот это вот security охрана что вы здесь снимаете не говорите ли вы плохо про Дубай это вот эта извините вставочка такая искусственная история как и Дубай весь искусственный такая же искусственная история и в СМИ и в публичной среде если вдруг здесь да преступление здесь не происходит не совершают но если вдруг здесь будет совершено преступление они сделают все чтобы это в СМИ не попало для того чтобы не делать хуже инвестиционную привлекательность разве это честно мы за что за честность поэтому надоели честно скажу хорошо давайте дальше вот он меня сбил на чем я становился security актив который добывается посредством затраты ресурсов который точно переживет регуляцию потому что там все делают изначально так фонда монеты не продавали деньги у них взяли а монеты не продавали потом после регуляции определим каким образом будем распределять фонда монеты это более рисковый актив третий но он с большей вероятностью то как задумываться и строится и кем строится он скорее всего переживет регуляцию если вы знаете такие проекты их вполне можно порекомендовать я таких проектов много к сожалению не знаю со всем остальным приходится рисковать альткоины если вы решили купить альткоины вы готовы идти на риск или какую-то часть депозита вы решили направить в альткоины здесь очень важно если уже действительно ты можешь начать анализировать проекты их цену и подбирать проект сам должен решать какую-то глобальную задачу в идеале если это будет какой-нибудь космос понимаете то есть экосистема на базе которой будут строиться все остальные и об этом очень много обзоров и на моем канале я думаю вы уже много раз об этом слышали полкодоты и так далее много-много вот это в первую очередь фундаментально нужно обратить внимание если выбираете какую-то монетку какую-то новенькую посмотреть по какой цене покупали фонды сколько монет они купили какая сегодня цена есть монеты которые торгуются на той же цене что покупали фонды отсутствие ликвидности позволяет на небольшие суммы такие какими мы располагаем купить даже по цене private sale фондов почему фонды не могут купить если они пойдут покупать на ту сумму на которую они купили проинвестировав они разгонят цену активы там нет такого объема монет на этом дне стакан пустой на покупку а вы можете и в целом многих это пугает то что так цена просела на этом активе она уже рядом с ценой проведется но если проект крутой если фонды серьезные то в целом это хорошая возможность тогда когда всем страшно вы можете купить по той же цене что и приватный раунд инвесторы и фонды крупные так вот смотрите какая штука дело в том что когда вы покупаете по цене к примеру фондов или чуть дороже на самом деле вы идете на те же риски практически что и фонды но первое какое у вас преимущество есть вы в любой момент можете выпрыгнуть из монеты они не могут у них большой объем монет ликвидности нет сами понимаете у вас уже преимущество второе криптовалюта и альткоин в целом риски и лучше рисковать в перспективной монете с большим потенциалом по цене покупки фондов чем покупать что-то с огромными иксами яркий пример солана покупали ее по 4 цента по 260 долларов раздали то есть на каждый миллион долларов которые инвестировали фонды тогда они могли в целом если бы ликвидности было достаточно на хаях забирать на каждый миллион 5 миллиардов долларов представляете и даже сегодня при цене 12 долларов у них до сих пор большое количество иксов есть проекты с маленькой капитализацией где этих иксов у фондов нет риски есть но зато хотя бы потенциал достаточно существенный поэтому возьмите себе на заметку безусловно альткоин это риски и это нужно понимать важно теперь не совершить ряд ошибок для того чтобы пережить эту медвежку о них мы сейчас и поговорим первое правило когда ты покупаешь дон на криптовалютном рынке покупай ровно на тот объем средств про которых готов забыть на 2 года тебе ни в коем случае не должна получиться какая-то такая ситуация к тебе приходит кто-то там не знаю жена ребенок говорит пап я хочу кушать и ты такой блин черт возьми не подходит только на тот объем средств который 2 года ты можешь вообще не трогать второе правило если ты купил какие-то рисковые монеты а ты помнишь что дно может формироваться в принципе года 2 с какими-то отскоками на альткоинах то в случае 100% профита то есть удвоение капитала при откупе дна не стесняйся забирать вложенные деньги скорее всего эта монета еще вернется до тех значений по которым ты ее покупал а может быть даже и ниже через некоторое время важно забери свое потом снова обязательно будет возможность в этой монете или в другой эти средства снова задействовать дно будет возможно достаточно мучительным и эти денежки ты снова сможешь пристроить второе правило это какое было второе я тоже не помню ладно ребята следующее правило да следующее правило одну секундочку забыл забыл вот так вот и на рынке инвестируешь а потом сидишь и думаешь какие правила ты там придумал следующее правило не помню порядковый номер если ты купил какую-то монету ты в ней сидишь к примеру ты купил монетку полкодот токен дот ты следишь за ней она не растет но зато снижается кусама и такую монету как дот и ксм снова секьюрити ну в общем прогнали нас ладно продолжаем мы привыкли ничего страшного главное когда понимаешь о чем говоришь тебя же никто не совьет вот сейчас примерно такая же ситуация смотрите еще одно правило какое можно покупать активы которые можно ребалансировать друг с дружкой обязательно ребалансирую к примеру ты покупаешь дот какой монете можно ребалансировать ксм полкодот кусама одинаковые по сути сети одна экспериментальная другая неэкспериментальная но по сути они торгуются в паре друг к другу и потихонечку вырисовывают какой-то вот коридор ценовой грубо и покупаешь дот дот не растет зато кусама проливается и так как дот не растет стоит на месте а кусама проливается значит из дот ребалансироваться с кусаму может быть вполне выгодным таким занятием ты ребалансируешься в кусаму потом кусама в паре дот обратно отрастает и ты переливаешься обратно в дот дота у тебя стало к примеру в два раза больше а цена дот никуда не росла на монет уже больше и такое применять обязательно нужно не только на дот кусама я предлагаю в комментариях под этим видео обсудить те монеты которые можно ребалансировать друг дружке этих монет достаточно много еще один важный пункт обязательно это психологический прием в вашем портфеле должны быть активы в которых вы уверены которые вы понимаете те которые проанализировали вы знаете кто в команде кто из фондов инвестировал по какой цене какая форма разлоков все это будет придавать уверенность в купленной монете она очень понадобится тогда когда монета снижается и на нехватке ликвидности все монету продали все уже купили вроде бы на дне а так как покупателей больше нет отсутствие ликвидности и объем в стакане на покупку может продавить цену ниже это не рыночная ее цена да она торгуется по такой цене но как только появляются объемы на покупку она сразу же начинает расти поэтому купив монету в которой вы уверены это вас не так будет пугать что очень важно в случае роста 10% плюс 20-50 после возможно долгосрочного нахождения в глубокой просадке монета в которой вы уверены вы будете держать вы не расстанетесь с ней если веры в монету нет вы зафиксируете профит перекреститесь потому что вы сидели в просадке долгое время и уже не верите в будущее этого проекта в его рост и таким образом можете упустить действительно гем то есть бриллиант в своем портфеле продав его раньше если уверенность в проекте есть и полностью понимание того что это за проект и так далее то с большей вероятностью вы сможете дождаться иксы на этой монете если они вообще на этой монете будут в случае если в вашем портфеле монета в которую вы не верите вы не понимаете что за фонд по какой цене покупали фонды каждый раз когда эта монета будет дешеветь вы будете находить повод продать ее и залить в какую-нибудь другую то есть ребалансировать и в случае если она по итогу покажет какой-то хотя бы небольшой рост или будет торговаться на цене без убыток в этом случае вы с ней поторопитесь расстаться а она может в итоге, из-за того, что вы не доанализировали монету, не понимали ее, может полететь и дать иксы. После чего вы обязательно расстроитесь еще больше. Проводите подобный анализ. В портфеле должны быть монеты, которые вы понимаете, в которых вы уверены. Даже если они в итоге не вырастут. Психологически вам будет гораздо комфортнее. Будет ли такой же бычий рынок формирования дна, как и в прошлый раз? Обратите внимание, есть такие очень важные вещи. Две вершины, которых не было в прошлом цикле. Супернегативный рынок, кризис, рецессия, повышение ставок и так далее. Всего этого не было до. И что очень важно, уже три полностью отрисованных цикла. Что дает надежду на суперкрутой рост и в четвертом, и в пятом цикле. Сегодня инвесторы, которые приходят в новый цикл, у них есть история более продолжительная. И они сегодня могут быть более уверенными, что это дно, а потом будем расти сумасшествие и денег заработать. Поэтому, если вдруг дно не будет отрисовываться на альткоинах, монетах в течение полугода, года, двух лет, а вы уже через несколько месяцев, или может быть через месяц, увидите какой-то стремительный рост, безусловно, многие поверят в то, что это было дно. Но какой будет бычий рынок, это ключевое. По моему мнению, в этом случае мы можем увидеть совсем не тот рынок, на который рассчитываем. С большей вероятностью, если биткоин начинает расти в направлении, куда-нибудь 40 тысяч долларов, без продолжительной проторговки, альткоины тоже начинают стремительно рост, то, скорее всего, в этот раз вершина нового подцикла будет без перебития предыдущих двух вершин, 64-69. Рост, а потом еще более глубокое снижение, и может быть даже приход регулятора, и обнуление большого количества криптовалют. Поэтому, какой вывод делаем? Все будет зависеть от того, как рынок будет формировать растущий тренд. Если очень резко, и мы увидим в скором, ближайшем будущем, какой-то стремительный рост, скорее всего, его максимальные значения будут в район 48 тысяч долларов, выше 50 я верить не буду, и, возможно, почти полностью выйду из рынка. Но, что точно нужно делать? Забирать вложенные в этот рынок. В этом случае. Обязательно. Не рассчитывайте на то, что следующий хай рынка будет точно 100, 150, 200. Да, если будем формировать долгое боковое движение, такое вполне возможно. Но если не долго, скорее всего, мы увидим, как шутят. Вот. Помните это? Радуга. Вот он, биткоин. Он будет только... А чувак берет, отрисовывает вот такую радугу. И каждый следующий цикл будет без перебития предыдущих хайов. Поэтому я вам желаю удачи. Инвестируйте в этом рынке осторожно. Выбирайте активы правильные. Обязательно забирайте вложенные деньги в рынок. И не будьте жадными. Не будьте такими же жадными, как люди, которые были жадные на хаях прошлого цикла. Еще один очень важный пункт психологии на дне рынка, когда, ну, по сути, кризис. Нужно превратиться в кактус и потреблять те ограниченные объемы средств, которые у вас остались на жизнь, на ближайший, может быть, год или два, аккуратненько, по капельке. Кто-то приводил пример. Представьте, что вы кактус потребляете по этой одной капле. постепенно не тратите деньги на все подряд, как мы в Дубае. Заходите в дешевое заведение с качественными продуктами, морепродуктами даже, ну, не такими дорогими. Ну, это очень грубый пример. Рафаэль, а что по поводу там экономии? Расскажи, пожалуйста. Кактус, кактус по капле. По капле? Да. Ага, ясно. А лобстера, кстати, долго еще ждать? Я лобстер не ем, я кактус. Да, ясно, ясно. М-м-м.